Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире заявление правительства Западной Армении. В 2023 году в отношении армян осуществляется геноцид Вашингтон-Пост. Коренные народы Бразилии одерживают победу за свои земли. Мы плачем от радости. Что ж, мир, вот Баку, который ты поддерживал, несмотря на предупреждение о геноциде. Институт Лемкина. Информационный штаб Арцаха. Международный комитет Красного Креста начал регистрацию граждан, ищущих детей и родственников в Арцахе. Вооруженные силы Баку демонтировали танк-памятник в Шуши. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Исходя из ситуации, возникшей в Арцахе провинции Западной Армении после одностороннего нарушения договоренности о прекращении огня от 9 ноября 2020 года вероломными властями Баку, правительство Западной Армении заявляет. 19 сентября 2023 года власти Баку своим наглым и безнаказанным поведением на глазах умолчаливого мира, будучи убежденными в собственной безнаказанности, напали на беззащитное мирное население Арцаха, вызвав панику. Открытие моста Акарей, который долгое время был закрыт и вызвал гуманитарную катастрофу в Арцахе, дало возможность арцахцам, являющимся коренным народам, покинуть свой тысячелетний ареал обитания. Правительство Западной Армении еще раз подчеркивает. Арцах – территория государства Армении. Как и ряд других армянских территорий, оккупированные турецкими оккупантами, есть и останется территорией государства Армении. Правительство Западной Армении официально заявляет, мы не принимаем никаких договоренностей между любыми другими государствами, определяющими статус Арцаха и арцахцев. Арцах со своей колыбелью и народом был, есть и останется провинцией государства Армения. Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено-Окампо в своем обширном анализе в одной из крупнейших газет США «Вашингтон-Пост» коснулся военных действий Баку против Арцаха, подчеркнув, что ничто не должно препятствовать миру остановить геноцид армии нацид против армян в 2023 году. Автор напоминает, что в 2021 году президент Байден признал геноцид, произошедший в 1915 году оккупированной Западной Армении, где армян депортировали со своих земель, подчеркнув, что столетнее молчание США по этому вопросу имело печальные последствия. 19 сентября после многомесячной осады и наращивания военной мощи вдоль границы с Арцахом бакинские вооруженные силы перешли в наступление. За день азербайджанские войска быстро прорвали местную оборону, убив более 200 человек, в том числе мирных жителей. Через некоторое время было объявлено о нестабильном примирии, говорится в статье. Отмечается, что Баку потребовал капитуляции высшего руководства Арцаха и разоружения вооруженных сил власти Арцаха в обмен на прекращение бомбардировок. Поскольку победа Баку становилась все более очевидной, десятки мирных армян Арцаха собрались в аэропорту Степанакерта, стремясь покинуть свои исконные земли. Они имеют полное право с опаской относиться к следующим шагам, которые может предпринять глава Баку Ильхам Алиев. С декабря 2022 года Баку заблокировал Бердзорский коридор, единственное сообщение между Арменией и Арцахом. 22 февраля Международный суд ООН, выслушав доводы обеих сторон, постановил, что блокада создала реальную и неизбежную угрозу здоровью и жизни армянского населения Арцаха. Анализ подчеркивает, вместо того, чтобы выполнять обязательное восстановление суда о прекращении блокады, силы безопасности Баку в июне удвоили свои усилия, полностью изолировав анклаб, не допуская даже доставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Газета подчеркивает, с тех пор Алиев неоднократно игнорировал призывы Генсека ООН и госсекретаря США выполнить решение суда. Отмечается, что Баку понял, что не будет нести серьезные ответственности за свои действия со стороны международного сообщества. Полную статью Луиса Морено Кампо можно прочитать по указанной ссылке. Сегодня мы будем петь о жизни и танцевать от радости. Этими словами организация, представляющая коренные народы Бразилии, поприветствовала решение Верховного суда. 21 сентября предложение направлено защитой исконных земель и ограничение признания новых коренных заповедников было отклонено. Если бы текст «Крупное поражение агробизнесно, известный как временные рамки, был принят», коренные народы Бразилии не смогли бы доказать, что они живут на своих землях с 5 октября 1988 года с датой подписания действующей Конституции и не имели бы права официально картографировать и защищать эти земли. Таким образом, кража миллионов гектаров земель коренных народов была бы узаконена, поясняется в пресс-релизе союзнической организации движения коренных народов. По мнению Фионы Уотсон, директора по исследованиям и защите интересов неправительственной организации, это историческая и важная помета для коренных народов Бразилии и огромное поражение для лобби агробизнеса. А Тигуасу со своей стороны заверил, что коренные народы будут продолжать борьбу за защиту своих земель с той же решимостью и той же силой, что и в прошлом. Из Арцаха поступают истории об изглавливании детей и отделении старших мальчиков и мужчин от женщин и детей. Об этом говорится в заявлении Института Лемкина по предотвращению геноцидов в соцсети ИКС. Мы надеемся, что это неправда, но у нас есть все основания полагать, что это так. Баку регулярно обращался с армянами с таким уровнем варварства, особенно во время войн 2016, 2020, 2022 годов. Этой страной управляют люди, которые не скрывают своей внутренней ненависти к армянам. Подобные зверства также распространены во время геноцидов. Это именно то, что произошло, например, когда сербские войска захватили Сребряницу в 1995 году. Еще один геноцид – арминоцид, которому способствовало колебания Запада. Детей обезглавливали, мужчин и мальчиков постарше разделяли для расправы. Массовое изнасилование. Преступники опьянены властью и ненавистью. Что ж мир, вот и Баку, которого ты поддерживал и оправдывал, несмотря на многочисленные предупреждения экспертов по геноциду и организации по предотвращению их. Мы понимаем, Баку – страна, богатая нефтью, враг Ирана, путь доступа к Центральную Азию. Но действительно ли все это стоило того, чтобы продать свои души и предать целый народ? Конечно, нет. И все же мы здесь. Давайте никогда не будем забывать жадность, трусость и в некоторых случаях злобу мировых лидеров, которые с 2020 года притворялись, что Баку был чем-то иным, кроме террористического государства, совершающего геноцид. Давайте никогда не будем забывать об этом – соучастие в геноциде. Все желающие переехать из Арцаха в Армению получат эту возможность. Об этом заявил информационный штаб Арцаха. Согласно достигнутой договоренности, срок переезда не ограничен. Как мы уже сообщали, в первую очередь в Армению перемещаются граждане, эвакуированные в результате военных действий, оставшиеся без крова, оказавшиеся в тяжелом положении и желающие переехать в Армению. Власти Арцаха остаются на местах и продолжат государственное управление до тех пор, пока полностью не обеспечат процесс переезда граждан, желающих отправиться в Армению. Учитывая все это, просим пока воздерживаться от переезда, чтобы избежать несчастных случаев и спасти жизнь раненых. В сложившейся сложной ситуации мы призываем сотрудников системы государственного управления, сферы здравоохранения и силовых структур продолжать выполнять свой профессиональный долг во имя безопасности и здоровья наших соотечественников. Гражданам, желающим переехать в Армению, сегодня с 14.00 на пяти бельзозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо. Призываем воздержаться от проявления насилия, недисциплинированности, быть законопослушными, что присуще арцахцам. Международный комитет Красного Креста в Арцахе начал регистрировать людей, которые ищут своих детей или потеряли связь с родственниками. Об этом сообщили из офиса Международного комитета Красного Креста в Армении, добавив, что жители также обратились в комитет с просьбой об эвакуации тел умерших родственников. Согласно сообщению команды Международного комитета Красного Креста, 22 сентября эвакуировали 9 граждан на раненых в ходе последних военных действий. В комитете отметили, что несмотря на то, что 20 сентября было объявлено прекращение огня, военные действия оставили серьезные последствия. Общины были перемещены, родственники потеряли связь друг с другом, а люди, раненные во время военных действий, все еще нуждаются в помощи. Международный комитет Красного Креста 18 сентября впервые организовал одновременную перевозку муки и медицинских принадлежностей первой необходимости по Латчинскому коридору и Агдамской дороге. В течение недели, включая 22 сентября, военным и гражданским лицам были предоставлены медицинские принадлежности. Розданы 28 тысяч детских подгузников, 200 теплых одеял были предоставлены убежищем для перемещенных лиц. Тысячи литров дизельного топлива было передано в дар крупнейшему медицинскому центру для обеспечения бесперебойной работы генераторов. 500 литров дизельного топлива было предоставлено водному комитету для организации водоснабжения города посредством электрических генераторов. Подчеркивается, в последние месяцы в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в регионе продукты питания и медицинские услуги первостепенного значения были практически недоступны. Международный комитет Красного Креста планирует расширить свою поддержку и ведет переговоры с лицами, принимающими решения о поставке продуктов питания и предметов гигиены. Спустя два дня после завершения военной операции в Арцахе власти Баку сняли с постамента танк-памятник Т-72, установленный армянами в память об освобождении города Шуши. Об этом сообщает РИА Новости. После войны первый армянский танк, дошедший до Шуши 8 мая 1992 года, стал памятником-символом победы, возле которого армяне отдавали дань уважения памяти погибших на войне. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других метеоплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущей нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Артура Хаченца «Еккининг Арцах». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok